Менял образы, но не место и атрибуты. В один и тот же магазин злоумышленник заходил трижды и каждый раз с зеленым пакетом под одеждой. Приглянувшийся товар убирал в сумку и проходил мимо кассы. Отрывать мужчину от якобы важного разговора по телефону никто не торопился. Незаконный шоппинг был прерван сотрудниками полиции после заявления о кражах от представителей торговой точки. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в серии краж из строительного магазина в заводской отдел полиции был доставлен 38-летний житель города Энгельс. Установлено, что данный гражданин совершал хищение электроинструментов, после чего реализовывал их неизвестным. То, что все его незаконные действия снимают камеры, причем с разных ракурсов, злоумышленник не подозревал. С витрин он забрал два лобзика и дрель. Покупатели на товар вдвое дешевле, чем в магазине, находились, по его словам, быстро. Как оказывались в Саратове? На автобусе приезжал, подружки, заходил. Специально в этот магазин шли? Рядом он заходил. Заходил в него, получилось, первый раз, а потом уже специально. Специально приезжали? Ну, потом уже отсюда, когда ехал, заходил специально, да. По данному факту, отделом дознания отдела полиции номер два в составе УМВД России по городу Саратову возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов. Продолжение следует.